Вот такая дашь на его погода. Всем привет-привет. 1 июля. И мы едем куда? В Николаевку. Николаевку. Бабуля день рождения. У нас тут стратегический запас. Подарок вон там вот. Тортовница, которая крутится. Мы потом её заснимем, да, чтобы бабуле было удобно торт делать. Соня уже там. Мы думали с утра поехали. Злата, что-то с утра как-то вяленькой была. Мы вот в обед порванули, да? Да, и ещё. И ещё. Чего ещё? Дождь ещё? Да. Всё, поехали. Вот ещё один капель. Можно рисовать, да. На окошке картинки. Бабуль тут уже цветы цветут. Морозин уже красный, чёрный. Чёрную люблю, надо поесть. Не вижу, снимается она не дурки. Я вообще первый раз после мая, да, уже сегодня июль. Там у меня цветочки, как всегда. Мангал Коль приготовил. Вон, качели-то, Златуль. Пошли, пошли. Ты на качели хочешь? Пошли. Да, качели. Ну как, Златуль? Хорошо. Хорошо? Грязно после дождя. Ты давно хотела, да? Да, давно. Покачать тебя? Да, покачать. Там же малина краснеет. Домой пойдёшь? Да. А потом мы вернемся. Да, а потом мы вот сюда в беседку пойдём и стол накрывать. Вот здесь у нас беседочка. Там у нас будет стол. Ой, мам, забыла, как ходить тут. Вот моя сидушка. Кстати, в том году на одну сторону связала, на второй нет. Надо вот довязывать в этом году. Ну, Соня, теперь ноги достают, да? Или ты так научилась раскачиваться? Я, Санда. Сандаль грязная? Нет. Ну, с твоей стороны, может, и нет, а с моей, да. Да, почти готов наш стол. Да. Сладкий уже салат. Сейчас придёт тётя Таня, да. Да, там она. Там ещё тортик у нас вон там большой. А, его не видно пока. Потом сфоткаем его. Что здесь есть? Что несёшь? Это под шашлык. А, под шашлык уже несёшь? Молодец. Базилик. Чабрец. Он мне показал смысл. Он прям пар идёт, он тёплый. Вкусно? А он горячий, а не тёплый. Слад, вкусно? Да. Первая партия. Чё-то дымит. Жир гает. Мне кажется, они уже готовы. Да так-то да. Вон Соня несёт. Я вон думаю, сейчас этот купаты снимем. Дубль. Это второй заход в мясо. Это чё, покупал свинину? Да. Шею, да? Мам, мам, я пошёл щиткой. Тортик. Малина. Чёрная малинка. Подарок бабушкину распаковали. Это у нас такая подставка. Она у нас печёт торт постоянно. Вот так вот. Она уж не так быстро, она будет так крутить. И вот этим шпателем так. Ну да, тут набор ещё входил лопаткой. Шпатель с маркировкой в сантиметрах. Это как карусельчик. Как карусельчик, да. А тут это краска. Это краска золотая и серебряная. Пищевая для тортиков. Я говорю, джи-джи, да. Давайте её в коробку убирать, да? Да. Злата с садика катится. Кто у меня тут? Давай тут покатём. А куда ты туда прокатнёшься? Пошли к дому. Я хочу к дому. Не надо. Поехали домой. Около дома покатаемся. Ой, кто там так визжит? Кого-то увидели. Какого-нибудь жука, девчонки. На Смордовии водятся леопарды. Вот прям сидят около домов тут частных. Храняют. Сегодня у нас 7 июля. И золотой в садик не идёт. Почему? У мамы праздник. День почты. Мама поедет отмечать. Мама вместо сумки сегодня с рюкзаком. Который смёт этому и русскому рюкзаку. Много-много лет. Так его люблю. С розовой подкладкой. Вот мы сегодня на природу едем с работы. Ну, до обеда работаем, потом на природу. А злату ли к бабуле отвезу вместе с машиной. Так. Стою на остановке. Соня меня проводила. У нас тут есть светофор такой, на который пикнуть надо. Соня что-то уже накаталась. Похожа. Она вон там каталась на самокате. А всё. Жду какой-нибудь транспорт. До работы доехать. Кстати, она за ночь очень хорошо сохранилась. Красный день календаря. А вы поедете на природу, да? Да. Сегодня после обеда поедем на природу. Уже темно. Сколько времени? Десятый час или девятый? Двадцать один. Десятый. Уже темно. Ты какая-то... Когда любовник снимает, они ходят вокруг телефона, чтобы их видно не было. О, там прям лес. Пойдём попрощаемся сейчас. Соня, там видно баню. Никогда в голове не выбежит, пока я снимаю. Ну да, конечно, днём... Там русал. Русал. Ой, как красиво. Ну, конечно, так не видно. Ой, там кто-то плавает. Ну всё. Пора домой. Немножко с вами поговорю. Такая ненакрашенная. Вчера ездили на природу, но кусочки я там поснимала. По днём почты. Сегодня с утра со сладкой проснулись у бабули. Сходили наоборот, на огород. Собрали смородину красную. Потом поехали, поменяли масло в машине. Видео не будет, потому что снялось не в том формате. Быстрее-быстрее. Заехали. Ага, и самое интересное, мы... Я получила вчера заказ. Туберлик. Нужно было ехать на природу. Думаю, ну куда же я с собой 6 килограмм-то потащу? Я оставила его в отделении почтовой связи. Заказ получила в агентском пункте. Отнесла в отделение, где... Там... Которое находится в том же здании, где я работаю. Оставила там на складе. Сегодня заехали, забрали. И сегодня еще приехала посылка Эйвен. Сейчас эти два заказа отсниму. Вот. Что у нас еще из новостей? Поцарапали мне машину. Около здания, в общем, около работы. Мужчина задел, краску содрал. Правда, оставил номер телефона. Я ему созвонилась. На следующий день мы встретились. И договорились на некой сумме, которую он мне перевел на карту. Теперь вот надо съездить, перекрасить бампер. Вот. Какой-то вот такой у нас июль. Златка сейчас топит у меня. Устала. Мы приехали. Заказ занесли тут. Тоже в соседнее здание. Вернее, заказ я бегала. Одна относила. Она оставалась дома. Потом она со мной ходила в Альберис. Кстати, забываем показывать покупки в Альберис в плане одежды. Сегодня платье опять купила. Летнее, хлопковое, с Иванова. Вот. Маме жилетку. Мама свою забрала. Сейчас ее соседке такое же заказала. Потом мне на работе подруга попросила для ее мужчины штаны домашние заказать. Кстати, неплохие. Надо пока не отнесла на работу. Я вам засниму. Ну что, покажу жилеточку. Это вот такая вот упаковка интересная. Хорошая, удобная нести. Мама уже свою забрала. А это ее подруги. Одинаковые размеры они заказали. 52-й. И, наверное, одной рукой-то я не достану. Вот так она выглядит с капюшончиком. Что тут написано? У нас жилет, артикул. Беж, 52-й. Бежевый размер, 52-й. Все понятно. Она достаточно тоненькая. С кармашками. И достаточно длинненькая. У меня маме, наверное, до середины бедра она достает. Уже вот сегодня день. И так темновато. Она намного светлее, чем камера показывает. Она в какое-то в кричневину уходит. Сейчас включила свет. Может, со светом лучше передаст. Да, чуть-чуть светлее. Ну, вот как-то вот так вот. Что касается мужских домашних брюк. Вот такие они яркие. По швам, конечно, не совпадают эти клетки. Никто их не подгонял. Размер 58-й, насколько я помню. Пижамные брюки. 100% хлопок. А, вот про жилетку не сказала. Она стоила в районе 2000. Две с копейками. А штанишки вот эти 533 рубля. Ну, в общем, 500 с хвостиком. Упакованы были в обычный пакетик. Вот. Надеюсь, подойдет. Потому что возвращать мне неохотно. У них, кстати, карманов нет. Должны же быть кармашки. Есть. Есть карманы. Это круто. Карманы всегда хорошо. Платье я свое постирала. Если сейчас оно высохло, покажу. Если нет, то уже сразу на себе засниму. Потому что я планирую в нем завтра на работу пойти. Все-таки решила показать свое платье. Чуть-чуть не досохло. Влажненькое, но все же. Поглажу. Досохнет дома. Поглажу. Завтра надену. Швы. Все приятненько. Ивановское производство. 46 размер. 100% хлопок. Интересненько. Здесь на рукавчиках такой тип манжет. Но, смотрите, ниточки торчат. Вот сейчас увидела. Это все решаемо. Мне нравится оно тем, что оно свободненькое. Продувается. Дышится в нем легко. Поэтому с удовольствием буду носить. Какой тут цвет. Темный. Возвращаясь опять с хинкальной заказ. А здесь аптека. Апрель. У меня кончается скидка. И я, в общем, всем, кому нужно, по скидочке заказала лекарство. Итак, едем на обед. Злата ждет. На обед сегодня салат съела, а хачапури даже не открыла. Письмо из Грузии называется. Злата, не могу открыть. О, смотрите, оно прицепилось. А я попросила, чтобы разрезали пополам. Переложили пергаментной бумагой. Они вот как его сложили. А, они его вот как. Вот это можешь сразу кушать. А, они его квадратиками разрезали. Вот Златуся будет кушать у меня. Прибежали с садика. Сходили в Альберис. Балетки померили. Правда, велики обе пары. Но одну взяли на вырост. Там пакетик для обуви симпатичный. Ну, поменьше размер закажем. И, кстати, так как на вынос, все были зафаллигированы у нас. Все хинкали заказывала там у меня коллега. Я салатик заказывала с шампиньонами. А Златули, как услышала, что я хачапури принесла из слоеного теста. Вот, я еще такое не пробовала, поэтому такое взяла. Греть не будем, что ли? Так будем кушать. Жара, духота у нас. Все, ты готова к танцам? Купальник великоват. Балетки великоваты, но мы готовы. Чем-то танцуешь? У нас купальник где-то поменьше есть еще. Не хлопковый, а если ты это... Я найду тебе поменьше. Танцевать-то будешь, что ли? Ну, опускай руку или танцуй. Не будешь? Ну, все, готовы. Балетки еще поменьше придут на следующей неделе. Нет, на этой пришлют. Это на вырост. 25-й хотя по размеру, но великоват. Ладно. Все? Раздеваемся? Антонс, пойдешь? Зайцы. Посмотрите на меня. Вы зайцы? Зайцы. 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 Идем смотреть ежиков. У нас ежики живут. А, там? Прямо на улице ты видела? Соня засняла. Я каталась все ежики. Ой, Коль собирал вишню. Немножко наронял. Ой, там собака какая бежит. А, это жулька. Я боюсь собак чужих. Ну, а может он где-нибудь вот в цветах. Пошли, это жулька. Не бойся. Пошли. Боишься? Пока не встретили, одни зайчики прыгают. Прыг-скок, прыг-скок. Сейчас посмотрим с этой стороны. Может быть вот здесь, вот в траве, у забора. Они же везде бегают, ежики-то. Здесь мы его и не увидим. Здесь тропинка заброшенная, не кошенная. Мы если только услышим, что трава шевелится. Это только зато. Нет. Нету тут. Уже вечер. Я пошла в машину, забрала вязание свое. Сейчас повяжу. Тут у меня вот в косметичке, я вожу с собой. Там у меня крючочек и процесс. И я забыла вам показать. Уже хоть темно, но покажу. Смотрите, какая роза расцвела бабуля. Может, завтра с утра сфоткаю. Но акустик достаточно большой. Тут малево все традиционно. А розочка в том году ее сажали. Тут у нее невеста, невеста без мест, флопсы. Уже сверчки поют. Моросит дождь. Вот такая роза. Сейчас поближе покажу. На ней капли дождя. Смотрите, как на картинках рисуены. Прям тут уже подвял бутончик. А вот эти прям как будто специально. Раньше, помните, такие искусственные розы продавали? Как будто со слезинками, с клеем. Каплями клея. А это вот настоящая красота. Красота. Нет, больше не надо. Все? Коврик тебе такой подойдет для танцев? Да, подойдет. Подойдет? Коик. Коик. На резинке от Коика. Надо вам чехлы связать. Пам, я нормально. В общем, вот такое зеркальце мы купили. Дети уже его в детскую вытащили. Игрушек насажали. Там полочка, оно на колесиках двигается. Мне понравилось. Понравилось, как было упаковано. Понравилось, как доставили. Оно не тяжелое. Единственное, что мне не понравилось. Сейчас я попробую показать. Смотрите, оттенок в синеву, в такой глубизну ходящей. Вот эти вот стойки, они все железные. И полочка тут вот железная. Видите, у меня дети тут насажали игрушек. А вот это вот, как ее называют, оправа у зеркала, она пластиковая. И она вместе, вот если их заснять, она имеет бежевый оттенок, вот как наши обои. И вот тут хорошо видно. Потому что за это зла, то есть потише, эти закрывашечки, они вот как оправа. А вот это вот стальное. И из плюсов еще вот эта вот штучка двигается. Она смотрит, как и загнулась. Вот, в общем, наклон зеркала вы регулируете сами. В общем, вот так я тут по кровати лазю. Злата, вы мне отдадите это зеркало в мою комнату? Да. Да? Вчера говорили нет. Ну, в общем, пока будет детское, если чего, я себе второе такое закажу. Любое. И это заберу. Ну, так зеркало мне понравилось. За 3000, я считаю, что неплохая покупка. Ра 35, мой хлеб, булочный. Красивый, какой творческий. Сиреневый. Мне нравится вот этот смайлик. Вот Космо Коопарк. Иди, потрогай. Пойдешь? Пришли в Космо Парк мы. Созли. О, ну ручкой трогаешь? Она с домом покажет. Он другую потрогай. Смотри, Златка рядом. Иди, Соня, тоже потрогай. Пошли я тебя на другой. Смотри, мы там силы притяжения. Хочешь испытать? Давай. Нужны ботинки. Вот сейчас тебе тетя расскажет. Засовывай туда ножки. И попробуй, как силы притяжения. Шагай, попробуй. Ага, никак. Опа. Ой. Вот это да. Соня ходит, да? Тяжело? Да. Давай кепку мне. Она тебе мешается. Давай. Ты не будешь. Ты маленькая. Это Соня только. Соня, будет играть. Что там на экране? Это планетарий. Мы туда потом зайдем. Ты так будешь играть, Злат? Нет. Ты слишком маленький. Даже мама не полезет. А там с детским крестом. С нараховый дрожит. Я вот тоже подумала. Я тоже не... Ты будешь так рисовать? Ты будешь так рисовать? Нет. Нет. А там лево-право, наверное, меняется. А вон вылазит. Пошли. Видишь, как земля крутится, планета. Ну как у тебя впечатление? Ты села на меня, да? Голова не крошится? А ты вот так рисунок, смотри. Мы с Соней играем. Какая загорается, по ней надо стучать. Вот мама уже... А тут у нас очки. Сейчас я выиграю. Сейчас я выиграю. Я уже... Я не вижу, где горит. На белом лучше видно, где горит, чем вот на желтом. Что это? Ой, что такое? Мы шлепываем так. Они живут в победу. А у Систи они свистят. Сейчас меня победят. Вон уже желтенький у них. Ой, ну-ка, Соня, ни разу сделай. Я сама... Не бойся. Ой. Иди нажми, златуль. Иди. Сейчас он зарядится, если он убегает, то он сражается. Иди вон там, нажми на желтую, иди. Ой. Да ты ничего не сломала. Сейчас он зарядится и еще нажмете. Можно нажать. Иди, нажимай, иди. Вон, какой ток. Вот это да. Интересно, а? Слышали, может, я тебя не слышал? Нет, конечно. Нет, ты не слышала? Нет, нет. Здесь очень высокие. Когда мы включаем, здесь вы сможете увидеть логи. Также, когда мы включаем, вода начинает проводить. Видите, кто походит другую. Для этого здесь есть лапочка. То есть, вы включаете свет. Лапочка проходит через провода. Правильно? Да. А здесь... Нет, хорошо. Идем так. И все, держи вот так. Все. Иди сюда подальше. Сюда мы не затеем. Сюда, вот так. Держи. Стои вот так. Вот так. Стои. Сюда мы лампочку не затеем. Для чего-то там вас не затеем. Еще я вам покажу вам следую. Начальник. И в следующую лампочку. Смотрите. Сначала на лампочке. Сейчас я не посмекаю. Смотри, вон, смотри, какой огонек. Зато. Держи огни. Вот это Матвей запустил огонек. Красиво. Красиво. Сейчас будет еще красивее. Матвей запустил огонь. Означает жить у вас. Матвей запустил огонь. Матвей запустил огонь. Матвей запустил огонь. Вот смотри, красиво. Тише, тише. Не ввези. Матвей запустил огонь. Тихо, тихо, не кричи. Злата, смотри, как Соня катается. Ты будешь так после Сони? Ты так пойдешь? Сейчас Соня катается, потом все. Соня, второй раз? Нет, я нет. Соня очень понравилась, даже второй раз пошла. В общем, красным мечом красный и синим синим. Коллега на работе мне дарила розу. Мама часть от нее отсадила. И на огороде она растет. Даже здесь вот бутончик. Скоро будет цвести. Она же из колодца. Ледяная. Мама, выключай колодку. Все, выключай, да. Сейчас в ожидании чуда тут стоят. Вон там осьминожки уже улыбаются. Воды им налили, да? Я его улыблю, а у вас улыблю. Даже сквозь эти вижу слои резины. Три яруса. Три яруса много, златки. Вот два яруса. А какой он с 8 второго яруса? Это он сам планировал, наверное, полежать. Хорошо, хоть солнце скрылось немножко. Не такой пеков. как рыбка Вот как. Вот как. Вот как Сони. Плали. Вы больше, чем Вады Финна. Он взгляд маленький и такой как. Угу. Ой, ой, ух. Как Лебошка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ляя, 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 ляя. Влог будем заканчивать Завтра 31, но мы сегодня будем заканчивать Довязываю платье Рукава вяжу Будет с паяточками Я надеюсь, хватит мне пряжи Вот, сейчас немножко надо еще прибраться Нам Ладно, он в мультики сидит, смотрит Устроила там себе подушку Пледик, а я вяжу спокойненько Сегодня воскресенье Всем пока-пока До встречи в новых видео